Меня зовут Тимофей Баженов, и я пытаюсь разобраться в том, как устроен мир. И сегодня речь пойдет, пожалуй, о самом главном в нашей жизни – об огне. Без огня человек не может жить, и самую страшную смерть люди принимают именно от огня. Что об огне знает современная наука? Сегодня я разложу все по полочкам. Тайная сила огня. Как древнее пламя преобразило нашу планету? И правда ли, что своей жизнью человечество обязано огню? Древние называли огонь дедом. Магические ритуалы, огненный дождь и средневековое колдовство. Как огонь стал доминирующей силой на все времена? И этим чудом является огонь. Правда ли, что молнии убивают только за дело? И как к небесному огню относились наши предки-славяне? Они его сравнивали с яркостью Солнца. Неизвестный эксперимент Теслы. Как электричество получило власть над миром? И куда пропали гигантские метеориты, которые упали на Землю? Земля, на которой я сейчас стою, была ничем иным, как лавой. Сегодня в программе «Как устроен мир» – все про власть огня. Огонь – это невероятная сила, непредсказуемая стихия и энергия, равный которой нет ничего на нашей планете. Это лесные пожары, которые видны даже из космоса. Это оружие, способное уничтожить все. По сути, вся наша цивилизация – это и есть огонь. И даже человек – родственник огню. Не случайно древние поклонялись этой стихии. Что же они знали об огне, чего не знаем мы? Огонь – абсолютно живая субстанция. В физике огонь называется холодная плазма. Огонь не просто может мыслить. Огонь осознает, огонь направляет, огонь очищает. И огонь может все. Да, огонь способен на многое. Например, однажды он стер с лица Земли всех динозавров. Конечно, великому пожару предшествовало столкновение астероида и Земли. А уже затем все начало гореть. Но именно огонь изменил все. Конечно, начинает гореть все, что можно. Видно, и атмосфера горит, и горит наземная поверхность. И самое главное, что образуются гигантские кратеры. Следы того великого пожара древности у всех на виду. По-турецки гора называется Агридак, а по-персидски – Агрий. Агрий – значит огонь. Ну, Адак – гора. То есть люди знали про то, что вершина этой горы горела. То есть понятно, что это вулкан. Вот это вот большой Арарат, а это малый Арарат. И оба они когда-то были исключительно активны. Извергались. И та Земля, на которой я сейчас стою, была ничем иным, как лавой. Некоторые ученые считают, что этот гигантский пожар планетарного масштаба стал трамплином человеческой эволюции, сделав нас такими, какие мы есть. Ну, Господи, благослови, никакой нечисти на свете не существует. Сегодня в Альпурге его ночь ровно полночь. Человек может не только ходить по углям, но и прыгать некоторое время на них. Горючо? Ужасно. Ну, чего не сделаешь ради искусства. Обычный человек может, наверное, только пробежаться по углям. А я даже могу прыгать, топтать их ногами. Но тоже недолго. Можно сказать, что человек стал человеком в тот день, когда научился готовить пищу. Мы жарим, варим, коптим. Все стало гораздо легче и вкуснее. И за это все мы должны быть благодарны огню. Именно он поставил нас выше животных. И таким образом огонь – это главное, что у нас есть. Что может быть лучше горячего хлеба на ночь? Только горячий хлеб с маслом. Побольше мучного и сладкого и в постель. Вот она, моя диета. О, дымок появляется. Сейчас кора, наверное, займется. Ну вот, огонь получен. И теперь при свете этого огня я собираюсь сделать печку. Вы спросите, зачем вообще нужна печка? Если есть костер и есть тесто. А как вы себе представляете засовывание теста в костер? Оно же там обгорит, будет невкусное. А должен получиться самый настоящий хлеб. Печка – обязательное условие для того, чтобы хлеб получился. Потому что камни прогреются, и жар будет равномерно отражаться от всех стенок. Это и есть, собственно, тот принцип, который позволяет хлебу образовываться. Теперь нужно перекрытие. Вот так. Это же прям настоящая печка. И, кстати говоря, очень устойчивая. Сейчас я перенесу в нее огонь. Вот все-таки я мастер-то на все руки. И зовут меня Тимофей Баженов. Думал, все дырки зашканапыжил. А нет. Две самые важные-то оставил. Поддувало. Отсюда воздух идет в огонь. И труба, пожалуйста, с этой стороны не дымит. Тяга в нужную сторону. Вот здесь сейчас из трубы прям огонь вырывается. Но скоро дрова прогорят, угли осядут, и будет только жар. Так, заслонку открываю. Годячая какая. Так. И колобок в самый жар. Закрываю. Так, ну что, самое время посмотреть, что у него внутри. Как пропекся. Ну, высший пилотаж полностью пропечен. Ммм, солоноватый, хрустящий, мягкий, горячий хлеб. Вот это удовольствие. Термическая обработка пищи помогает нам переваривать самые разные продукты. Не случайно нет ни одной цивилизации, где отсутствовало бы приготовление пищи на очаге. И с самых древних времен люди вынуждены были идти на большие жертвы. Они придумывали посуду, они поддерживали огонь. Меня зовут Тимофей Баженов, и я пытаюсь разобраться в том, как устроен мир. Действительно, трение, пожалуй, самый лучший способ добычи огня. А вот спички или зажигалка. А это тоже, дорогие друзья, трение. Ведь когда головка спички касается черкаша, возникает повышенная температура. И химические вещества, смешанные в особой пропорции, вспыхивают. Колесико зажигалки снимает тончайшую стружку с фероцериевой вставки. Эта стружка окисляется на воздухе, поднимается температура и вновь огонь. А какие еще способы существуют? Сейчас я расскажу. Смотрите, как устроен мир. Жизнь человека без огня кажется неуютной. И я хотел бы, чтобы хоть какой-то уют в моей жизни все же присутствовал. Сегодня у меня нет ни спичек, ни зажигалки. Зато у меня есть аптечка и топор. Этого вполне достаточно для того, чтобы сделать прекрасный маленький костер. в этом кармане у меня немного ваты и марганцовка калия, перманганат. Вата и марганцовка это основа любого воспламеняющегося состава. На всякий случай знайте это. Вдруг в жизни вам пригодится. И вот здесь у меня есть спичечный коробок. К сожалению, в нем не спички. В этом спичечном коробке сахар. Я возьму небольшой кусочек ваты, распушу ее, сделаю небольшой вроде бы тампончик и положу вот сюда на топор. Потом достану марганцовку и насыплю ее в середину. Теперь сахар. Самое важное. Марганцовки здесь будем считать девять частей. И одну часть я насыплю в сахар. Я делаю на глаз, потому что умею. А вы на всякий случай, если будете повторять мои подвиги, старайтесь отмерять. Не то, чтобы было опасно смешать эти вещества в другой пропорции. Просто огонь у вас может не получиться. Заворачиваем пирожок вот таким образом. Теперь нужно взять палку, срезанную примерно под 45 градусов. Вот здесь, на топоре, я сделал пирожок максимально слепленным. А теперь нужно быстро-быстро водить по топорищу. Топорища это всегда сухая деревяшка. Ну, а если не сухая, то, по крайней мере, довольно гладкая и сухая сверху. Этого достаточно для того, чтобы появился огонь. химический уголь настолько жаркий, что его можно укладывать во влажную растопку. И все равно горение будет продолжаться. Сейчас я разведу небольшой огонь. Я буду готовить колбаски самым, пожалуй, неожиданным способом. Я узнал этот способ давным-давно, когда еще совсем молодым был на войне. Там нам ни в коем случае нельзя было разводить дымные костры, а горячего хотелось. И вот с помощью спирта я покажу вам, как приготовить прекрасную жареную колбасу. Я поджег спирт в миске. Теперь достаю из кармана свои колбаски. И аккуратно укладываю их прямо в горящий спирт. Вот она еда-то настоящих мужчин. Вот это я понимаю. Можно было бы, конечно, поджарить их в костре. Но здесь в пылающем спирту это, я вам скажу, блюдо на дорогом стоит. С приручением огня в домашнем быту появилось разделение обязанностей. Мужчины добывали пищу, а женщины ее готовили. Создавали уют и поддерживали домашний очаг. Таким образом, огонь дал нам семью. Масаи каждое утро разжигают огонь. Они используют для этого два вида древесины. мягкая и твердая. Палочка твердая, а дощечка мягкая. Вот твердой древесины здесь нет. И они импортируют ее из Танзании. Ну, вот так вот буквально за два движения вы видите, дым уже пошел. Появляется уголек. А стружки эти они берут прямо с крыши. Потом, когда огонь разгорится, каждая семья берет себе по маленькому угольку и несет в хижину. И так каждый день. Вот, смотрите, уже труд начинает дымиться. Сейчас дуть туда нельзя, потому что огонь может погаснуть. Нужно, чтобы как следует затлело. И вот теперь можно немножко подуть, потому что уголек уже сформировался. и сейчас все это должно затлеть. Я считаюсь чуть ли не главным разжигателем огня в России. Вот у кого надо учиться-то, а не у меня. Вот так устроен мир. Смотрите, как горит замечательно. Отлично. Вот так появляется огонь, если в него правильно дуть. Масаи-мужчины воины. Они занимаются бушем, зверями и скотиной. А домом и всем, что с ним связано, занимаются женщины. И даже строительство женское дело. Да-да, ни один из этих мужиков не принимал никакого участия в строительстве дома. Только женщины. Пойдем? Точно такими же движениями, как Масаи разводит огонь, они перемешивают и кашу. Это жидкая каша на молоке. Но посмотрите на этот инструмент. Точно таким же инструментом пользуются и в наших деревнях. И называется он мутовка. То есть три верхних веточки, которые вырастают из ствола. Очень удобно мешать, кстати говоря. При термической обработке убиваются бактерии, с которыми человек не справится, если они попадут в организм. Каждая народность, каждая раса имеет свою собственную кухню. Причем она, как правило, адаптирована к природным условием. В Индии, где много паразитов и бактерий, настоятельной необходимостью является огромное количество специй. В Китае, где много было паразитов и микробов в воде, культура предписывает не пить сырую воду, пить только чай, который уже был прокипячен и поэтому безопасен. Сейчас я расскажу вам, как из этих нехитрых ингредиентов приготовить прекрасный обед. Это будет настоящая история о каше из топора. Для начала нужно отмотать туалетной бумаги. Немного. Вот таким образом нужно скрутить туалетную бумагу в рулончик. Когда рулон готов, надорвать вот таким образом. Получится довольно ровный торец рулона. Этот торец нужно потереть об котелок. на котелке сажа. Когда торец рулончика уже черный, необходима ложка. Я, как и положено сказочному герою, ношу ее за пазухой. Ложку нужно направить на солнце. Вот таким образом. А рулончик туалетной бумаги взять в руки вот таким образом. После чего луч от солнца нужно сфокусировать на зачерненном торце туалетной бумаги. После того, как солнце сфокусируется на самой черной точке в серединке туалетной бумаги, нужно ждать, пока бумага воспламенится. Сейчас мы наблюдаем действия прямого закона оптики. Ведь огонь можно разводить не только линзами, не только вогнутыми и не только выпуклыми стеклами. Не нужно забывать, что знаменитый олимпийский огонь разгорается вовсе не от линзы, а именно от вогнутых зеркал. Хорошо наполированная ложка это вогнутое зеркало. И вуаля появляется серый дым, мой жгутик, скрученный из туалетной бумаги под действием прямолинейно распространяющихся лучей солнца, сфокусированных ложкой на торце зачерненном саже от котелка. Начинает тлеять. Тлеет бумага очень жарко и долго. На конце образуется хороший красный уголь. Добавим туалетной бумаги. Для того, чтобы разведенный огонь не умер. Теперь можно добавлять сухую траву. в солнечную погоду нет ничего проще, чем добыть огонь. Главное понимать, зачем он нужен человеку. А если человек хочет есть, то желательно ему, конечно, есть что-нибудь прокипевшее, разогретое. Скажу вам вот что. Во-первых, любая бумага гораздо лучше горит с торца, а рулончик это самый, что ни на есть сгусток всех торцов, которые есть в бумаге. Во-вторых, туалетная бумага делается из вторсырья, то есть из макулатуры, поэтому никогда не бывает жесткой. Внутри слоев этой бумаги находится воздух, то есть то, что необходимо для горения. Итак, мы получаем несколько торцов, пропитанных воздухом и готовых к горению, но они слишком светлые. Соответственно, лучи солнца, которые фокусируются на этой бумаге, отражаются обратно на ложку и не могут так эффективно зажигать топливо. Вот для этого я и тер торцом оторванной бумаги по стенке котелка. Сажа черная, соответственно, привлекает к себе свет, привлекает к себе тепло, притягивает. Ведь ни для кого не секрет, что любой человек, одетый в белое на жаре, чувствует себя гораздо лучше, чем человек, одетый в черное. Тому, кто одет в черное, жарко, а тому, кто одет в белое, наоборот. Почему? Потому что белое отражает солнечный свет и, соответственно, тепло отражает часть солнечной радиации, а черный как бы притягивает все это к себе. Итак, зачерненный торец туалетной бумаги гораздо лучше принял на себя всю солнечную радиацию с фокусированной ложкой. Поэтому огонь так быстро разгорается. Дело в том, что чем стабильнее тление, тем проще разжигание. А еще, благодаря огню, люди сумели освоить новые территории. Они сожгли непроходимые леса на своем пути. И на месте лесов появились луга. Человек стал строить жилища, а потом появились поселки. Так огонь дал начало цивилизации. Когда пожар пушевал в этом поле, мыши пытались спастись под землей. Но дым заходил и в моры. Сейчас можно видеть, как они открывали вентиляционные отверстия для того, чтобы не задохнуться. Огонь это абсолютно безжалостная стихия. Он может возникнуть сам по себе, а может быть спровоцирован человеком. Вовсе не обязательно брошенный окурок становится причиной лесного или полевого пожара. Древняя генетическая память заставляет крестьян заниматься так называемым паловым земледелием. После уборки урожая очень часто крестьяне специально поджигают поля для того, чтобы убить вредителей в норах и насекомых, которые остаются на поле. На самом деле это очень вредно и очень опасно. А пепел, который потом закапывается в эту сельскохозяйственную землю, ничтожное удобрение, гораздо менее эффективное, чем перегнившие остатки растений. Никто, кроме человека, не научился подчинять себе огонь. Да и мы, говоря, подчинять, имеем в виду скорее взаимодействовать и остерегаться. Например, в Древней Руси пожары от молний тушить запрещалось. Считалось, что это кара небесная. А если пожар был слишком сильный, и его все-таки пытались погасить, то разрешалось это делать всем, чем угодно, но только не водой. Древние славяне считали, что от тушения водой пламя разгорится еще сильнее. И использовали молоко, ну или на худой конец тушили квасом. Иногда даже пиво не жалели. Огонь под самогонным аппаратом должен быть не сильным. Иначе все это вскипит и получится нехорошо. С другой стороны не догреть тоже нельзя. Так можно целый день простоять, прождать. Будет она там тепленькая и толку никакого. Так что здесь все, я бы сказал, нойтивно. С этой стороны топлю, с той стороны должен дым выходить, а пока что дымит сюда. Но это на самом деле сейчас я исправлю. Нужно просто весь огонь подать туда, ближе к трубе. через какое-то время огонь сообразит, куда надо дымить. Потому что вот здесь коптить тоже не надо. Ветки для костра абрикосовые. Вот тяга появилась. Если бы там дымило, дым бы отсюда валил. А поскольку там хорошее горение, то прямо из трубы вырывается огонь. Кстати говоря, вот эта верхняя часть пламени называется плазмой. В природных условиях плазму можно наблюдать в виде молний. А молния издавна считается огнем с небес. И если человек умирал от молнии, то это значило, что он грешен и получил наказание. А могло быть и по-другому. Молния вроде метки одного из богов. Бог выбирал человека в свои помощники и забирал на небеса. поэтому некоторые жертвы молний признавались святыми. Считалось, что самые сильные грозы случаются 2 августа на Ильин день. Поэтому все сидели, запершись по домам, зажигали свечи и читали молитвы. Древние называли огонь дедом. Дедогонь. Огонь позволяет осознать, огонь это сила, которая очищает человека. Огонь это дух, древний дух возможностей и трансформации. Сегодня в борьбе с пожаром все средства хороши. Иногда огонь даже тушат другим пламенем. Для этого искусственно вызванный контролируемый огонь надо направить в сторону очага пожара. Это называется встречным палом. И обычно его используют, чтобы тушить лесные и степные пожары. Меня зовут Тимофей Баженов и я пытаюсь разобраться в том, как устроен мир. Сегодня речь идет об огне. Я считаюсь одним из главных специалистов в России по добыче огня из вроде бы неприспособленных для этого предметов и веществ. Действительно, пожалуй, самый лучший способ добыть огонь в лесу, например, в таком, как сейчас, во время дождя, это трение. И о трении отдельная история. Я нашел катанку. Катанка – это довольно толстая стальная проволока. Сломал два толстых сучка и нашел поваленную когда-то, видимо, еще летом осину. Сейчас я попробую добыть огонь с помощью проволоки и дерева. В принципе, игра стоит свеч. Я почти уверен, что получится. Но, скажу вам прямо, это один из самых сложных и трудоемких процессов добычи огня из всех, которые мне известны. Во-первых, это требует недюжинной физической силы. Во-вторых, мне очень сильно мешает ветер. В-третьих, проволока, конечно же, слишком толстая. Но выбирать мне сейчас не приходится. из такой проволоки в принципе можно делать гвозди. Скажем, семидесяточку вполне. И поэтому моя скакалка может оказаться просто мне не по силам. Ведь задача добывальщика огня из проволоки проворачивать проволоку туда и обратно вдоль бревна. Понятное дело, что воспламенить бревно, тем более влажное, это задача утопическая. Поэтому воспламенять нужно что-то более огнеемкое и что-то менее влажное. Это что-то я взял с собой. Это кусочек ваты. Прямо как чувствовал, что она мне пригодится. так. Вату нужно закрепить вот здесь на стволе. Вот таким образом, чтобы ветер ее не сдул. Мою скакалку трос я пропускаю под стволом, проволоку в руки и вперед добывать огонь. и ну и что-то что-то есть. И линию что-то спустим. И что-то это И это Из искры возгорелось пламя. Теперь огонь у меня уже имеется. Осталось его сохранить, и можно готовиться к ночевке. Космический дождь. Оружие природы или мрачное знамение? Правда ли, что совсем скоро начнется огненный апокалипсис? Это повод задуматься о праведности поступков. Тайна северного сияния. Стоит ли нам его бояться? Какие знаки можно прочесть в огненном небе? Это тот самый случай, когда мы можем прикоснуться к чуду. Мудрость древних славян. Почему они поклонялись огню? И как русская баня стала средством от всех болезней для наших предков? Меня зовут Тимофей Баженов, и я пытаюсь разобраться в том, как устроен мир. Русский язык богат и многообразен. Существует, например, слово, которое относят к сниженной лексике. Ватакат. Оно пришло в язык из тюремного лексикона. Кто же такой ватакат? Вроде бы бездельник. На самом деле, дорогие друзья, это очень нужный в тюрьме человек. Он вытаскивает из матраса вату, складывает из нее лепешечки и катает между двумя досками. В результате получается уголек. И этот уголь сокамерники могут использовать по назначению. Вот так устроен мир. Все события и вещи, которые кажутся нам простыми, на самом деле имеют несколько значений, несколько слоев смысла. И очень часто те люди, которых считают бездельниками, на самом деле очень нужны. Вообще-то в пуще нельзя разводить огонь. И поэтому я, наверное, буду разводить огонь так, чтобы кострища не было. Но дрова колоть все равно нужно. Хорошо, сучков нету. Приходит. Должен получиться вот такой пень. Некоторые называют такой костер финская свеча. Потому что этим способом пользуются финские лесорубы. Но финские лесорубы, вместо того, чтобы колоть пни, распиливают их бензопилой. Я буду называть это индейская свеча. Именно так, как называли это те люди, которые придумали. Североамериканские индейцы. Пень раскалывается и образует некоторое подобие деревянной трубы. Оставшиеся щепочки нужно вставить вот сюда, в расколы. Как бы расклинить эти трещины. Вот сюда. Для того, чтобы добыть огонь без спичек, с помощью одного только матраса, требуется его распотрошить. Вот этот ватин идеально загорается. И уже напрессован хорошими слоями. Нужно разделить два слоя. Вот так. Плотно скатать. Второй смотать в другом направлении. Вот так. Этот хвостик оставить. Потом перехлестнуть два хвостика. Вот так. И намотать в обратную сторону. Задача катать вату таким образом, чтобы турунда становилась плотнее. А ни в коем случае не размочаливалась. Для этого верхняя часть турунды нужно скатать между влажными ладонями. Вот так. Вот что значит катать в вату. Я Тимофей Баженов. Почетный ватокат Российской Федерации. Готовая турунда. Укладываю ее на доску. И не спеша начинаю катать между двух дощечек. Вот уже начинает дымиться. Аккуратно нужно разорвать турунду. Сейчас вы увидите, что там происходит. Вата очень хорошо занимается и быстро тлеет. Но мне нужен открытый огонь. Поэтому я буду поджигать травку. Теперь, когда появился открытый огонь, нужно запихать его аккуратно, стараясь не погасить внутрь свечи. Ну вот, занялась моя свечка. Огонек пока маленький, но ровный. Теперь, вне зависимости от того, есть ветер, нет ветра, часа три-четыре будет у меня это устройство гореть. Можно ли сравнить электричество с огненной вспышкой? Именно это и предположил великий Никола Тесла. Более того, он показал, как использовать молнии во благо человечества. Он один из первых и один из немногих, кто смог глубже всех проникнуть в тайну электричества, а значит, и в тайну строения Земли, Солнечной системы и мироздания вообще. Повелитель электричества, так называли ученого, подарившего миру открытие в области электричества и магнетизма. В конце 19 века в Филадельфии Тесла продемонстрировал уникальный для того времени способ передачи тока. И он все-таки сделал какие-то определенные системы, которые до конца еще сейчас расшифровать не удалось. Все-таки не ясно, по какой схеме у него работали те установки, которые снимало электричество именно от Земли. Меня зовут Тимофей Баженов, и я пытаюсь разобраться в том, как устроен мир. Увидеть меня можно не только по телевизору, но и в интернете. Я приду в каждый ваш телефон. Просто наберите в Инстаграме Баженов, нижнее подчеркивание, Тимофей, нижнее подчеркивание, Официал. На этом ресурсе я размещаю все, что не вошло в чудо-передачу, как устроен мир. И, конечно, отвечаю на ваши вопросы. Пишите в директ, и будьте уверены, отвечу именно я. Северное сияние – это тоже разновидность огня. Увидеть это чудо природы можно только ясной морозной ночью. А полыхать оно может от часа до суток. Все зависит от Солнца. Это та субстанция природная, которая состоит из частиц по теоретическим расчетам в миллиарды раз меньше электрона. Это известно было еще сто лет назад, со времен Менделеева, когда он составил свою таблицу. Первая ячейка у него начиналась именно с ячейки эфира. И он так и написал. Да, вот этот газ, где частицы, эфира в миллиарды раз меньше электрона. Из-за взрывов на Солнце в космос попадает огромное количество этих частиц. Они на огромной скорости несутся в космическом пространстве и иногда попадают на Землю. Их можно сравнить с искрами костра, которые тоже разлетаются во все стороны. Искры вызывают пожар. А космические частицы под действием магнитных полюсов создают энергию, которая преобразуется в северное сияние. Это свечение известно давно. Оно такое же, как, скажем, у нас светится газонаполненная лампа, например. 30 июня 1908 года над безлюдными районами Сибирской тайги взорвался Тунгусский метеорит. Колебания Земли зафиксировали все земные обсерватории и сейсмостанции. Настолько сильным был взрыв. Ударная волна четыре раза обогнула земной шар. Вот тогда-то жители Мадрида и Афин впервые увидели северное сияние. В южных широтах в течение недели потом не наступала ночь. Когда двигалось это тело в атмосфере Земли, в это время оно светилось настолько сильно, что люди, которые видели полет космического тела его сравнивали с яркостью Солнца. Несмотря на такой мощный взрыв, никто до сих пор не может точно сказать, что же это было на самом деле. Ведь кроме поваленных деревьев не удалось ничего обнаружить. Меня зовут Тимофей Баженов и я пытаюсь разобраться в том, как устроен мир. И если уж речь зашла об огне, то как не вспомнить об огне, который должен сопровождать путешественника в лесу. И сейчас я покажу вам, как сделать костер без кострища. Переносную плиту, которая будет прекрасно греть. Такую плиту можно занести даже в палатку. Ну и, конечно, в шалаше такой огонь будет очень кстати. Поехали. Пила заглушена. Средства защиты больше не нужны. Вот эти тонкие стружки кладу в середину. Сюда немного масла для цепи. Немного бензина. Это совершенно замечательное устройство называется финская свеча или свеча индейская. Прекрасный костер. Дело в том, что поленья стоят именно так, чтобы они горели из серединки. Подсос воздуха идет через щели снизу. Ну и если есть хорошая бензопила, то растопить такую финскую свечу ничего не стоит. Она будет гореть долго. Часа три-четыре. Прямо сюда можно ставить котелок, греться. Ну и, конечно, как вы понимаете, переносить. Такой костер можно носить с собой. И в этом его главное преимущество. В свои дальние путешествия я всегда беру с собой самую легкую пилу из линейки «Штиль». МС-150ТС. Она разработана специально для ухода за деревьями. Специалисты-альпинисты залезают на верхушки и там отпиливают лишние ветки. Конечно, этим должны заниматься профессионалы. Но и здесь, на земле, она абсолютно незаменима. Современный двигатель «Тумикс» с низким уровнем вредности выхлопных газов, со сниженным потреблением топлива, отменная маневренность, хороший баланс, высокий комфорт обслуживания и простая эксплуатация. Вот почему я выбираю «Штиль». Огненный дождь выпал в 2017 году в Китае. Молния попала в дерево, и огненный заряд прошел по проводам. Просто повезло, что никто не пострадал. Ученые говорят, что сейчас Солнце слишком активно и выбрасывает в космос огненную плазму. Если так будет продолжаться, то часть этой плазмы долетит и до Земли. Скорее всего, нашу планету зальют огненные дожди. Если огонь проявляет себя достаточно агрессивно к человеку, стихийное бедствие. Это повод задуматься о правильности поступков, о поведении и так далее. Стихия, она тоже ответная реакция природы на какие-то внешние воздействия, которые проявляет себя человек сам. Лечебные свойства костра. Как огнем лечат детей и взрослых? Почему древнее чудо искусства сейчас забыто? Определенные травы собирали женщины. Огонь внутри. Как отшельники и йоги высоко в горах поддерживают температуру тела без теплой одежды? Он погружается в тепло. Смотрите окончание программы «Как устроен мир». Сегодня самое главное и опасное – власть огня. Мы уже выяснили, что огонь способен убить. Но в то же время он лечит. К примеру, если простудился, надо подышать над паром. А где взять пар? Ну, конечно, в бане. В русской традиции баня, кстати говоря, занимает чуть ли там не 70% жизни человека. Еще в древности баня была лекарем. Причем не только для тела, но и для души. Определенные травы собирали женщины, приносили, складывали в эту баню. Вот. Запрещалось мужьям обнимать своих жен и детей до тех пор, пока они полностью себя не почистят. И только после этого они, собственно, бросались, обнимались и могли зайти в жилище. Целый день было пасмурно. Сейчас облака разошлись. Закатное солнце довольно яркое. И сейчас я покажу вам, как добыть огонь очередным необычным способом. Для этого, как всегда, берем бересту и отрываем тончайшие полоски. Чем тоньше будут полоски бересты, тем быстрее появится желанное пламя. Теперь нужно взять кусок льда, который зимой в наших краях в изобилии. И аккуратно сфокусировать на бересте лучи выходящего солнца. Для того, чтобы лучше фокусировался, нужно взять тот кусок льда, тот участок льда, где есть выпуклость, чтобы получилась выпуклая линза. ТРЕВОЖНАЯ МУЗЫКА Пожалуй, все народы использовали огонь как лечебное и общеукрепляющее средство. Так, например, если человек заболевал, его качали и трясли над огнём или над горящей печью. К больному прикладывали остывшие угли. Если идёт момент очищения жилища, то здесь обычно в этом процессе участвуют ещё и сухие травы, которые обладают определёнными фентоцидными свойствами, при которых всевозможные болезнетворные бактерии просто погибают. Поэтому, когда ты поджигаешь такие травы, идёт тление и дымление. Считалось, что целебными свойствами обладают и костры, которые жгли накануне праздника летнего солнцестояния. Утром девушки собирали травы и плели венки. А вечером разжигали костёр, кидали туда эти травы и прыгали через языки пламени. У огня пелись песни, рассказывались сказки и, конечно, огонь изгонял злых духов. Девушки смотрели на пламя сквозь гирлянды диких цветов. Они были уверены, что если проделать это три раза, то на целый год можно забыть о глазных заболеваниях. А ресницы станут длинными и густыми. Даже во влажную погоду в джунглях можно добыть огонь. У сухого бамбука под корой не бывает влаги. Кору нужно снять, а стружку вот таким образом начистить. После чего нужно сделать в бамбуке прорезь. Вот такую, чтобы насквозь была небольшая дырочка. Вот такую прорезь. Потом в корыдце положить стружку. Взять другую бамбуковую чурку. Вторую половину ствола. Во что-то упереться. Вот эту прорезь надеть на ножевое окончание расколотого ствола. Прижать стружки. Упереться как следует. И с усилием двигать. Вот уже появился дым. Сейчас должно начать воспламеняться. Я уже вижу дым. Вы видите? Вот таким образом даже во влажном лесу можно добыть огонь. А теперь, чтобы его не потерять, нужно срочно нести его к сухим дровам. Некоторые йоги могут прожить всю зиму в пещере на высоте 5000 метров в легком одеянии. И даже не чувствуют никакого холода. Потому что им достаточно того огня, который внутри. Тибетское искусство внутренне согреваться и не замерзать называется тума. И переводится как легкое пламя. Это значит, человек отключается от окружающего мира. Он погружается в тепло. И это тепло внутри его начинает согревать. Внутренняя энергетика человека начинает работать уже на физическом уровне. Это тот самый случай, когда мы можем прикоснуться к чуду. И этим чудом является огонь. Наверное, огонь чем-то похож на нас самих. Как и человек, он то разгорается, то угасает, то трепещет на ветру. Он многое вбирает в себя, поглощает, но не меньше и отдает. Огонь способен помочь и убить, запутать и объяснить. Он повсюду сопровождает нас и освещает наш путь. Но до конца его понять люди пока не могут. Меня зовут Тимофей Баженов, и я пытаюсь разобраться в том, как устроен мир. Это не все, что я знаю об огне, а лишь то, чем счел нужным поделиться с вами сегодня. Огонь – это страшная смерть. Огонь – это прекрасная жизнь. Чем чаще мы с вами будем задумываться о том, что огонь вокруг и в каждом из нас, тем ближе ответ на главный вопрос – как устроен мир? Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok